всем привет меня зовут владимир мельников и я снимаю видео для своего канала на ю тубе в частности про основы электротехники сегодняшняя тема классификация и обозначение транзисторов но прежде что такое транзисторы я уже рассказывал в предыдущем видео по крайней затрагивал эту тему сегодня я расскажу поподробнее что такое транзисторы транзисторы это полупроводниковые с двумя или более pn переходами позволяют усиливать электросигнал и имеющие три и более выводов транзисторы подразделяется на биполярный и полярные биполярный транзисторы имеют трехслойную структуру с чередующими ся типами переходами на данном изображении показано два самых широко распространенных биполярный транзисторы это пнп переходы и нпн переходы что такое n тип п тип я уже рассказывал одном из своих предыдущих видео ссылки соответственно будут под описание к видео и в описании к видео но собственно перейдем к сути возьмем изображение пнп типа то есть изображение номер один крайне левую изображение во первых мы видим не наши русские буквы то есть кириллицу а мы видим а латинские буквы чтобы их правильно прочитать на в правом нижнем углу я написал расшифровку буква by эта база c это коллектор и эмиттер теперь поподробнее база это вот эта платформа об кота который упирается электрический ток вот он переводит электрический ток от эмиттера к коллектору при этом мы видим ножку который идет тоже к базе но ток туда не поступает а вот ток идущий от этой ножки на базу и который идет уже на коллектор он пропускает данный транзистор а теперь что же такое все таки коллектор коллектор это своего рода труба который спускает электрический ток то есть он вывод электрического тока от эмиттер это собственно та ножка транзистора на который заходит электрический ток на изображение слева вот а теперь следующее изображение ножки обозначение все то же самое но обратите внимание стрелочка уже идет в другом направлении то есть это не значит что электрический ток идет в другом направлении нет предназначение этих ножек остается тем же но сути п тип и n тип то есть одни каскать принимают себе свободные электроны а другие наоборот отдают свободные электроны вот в чем заключается суть транзисторов электрического тока а теперь поподробнее переход между базы и эмиттер называют эмиттерным а между базы и коллектором соответственно коллектор нам в зависимости от общего электрода используют три схемы транзисторов с общим эмиттером для достижения общей стабильности с общей базой для достижения общей стабильности и общей коллектором для обеспечения повышенного входного и пониженного выходного сопротивления кроме усиление транзисторы предназначен для генерации и преобразований электро сигналов по конструкции полевые транзисторы различаются управление pn перехода и с эмалированным затвором с выстроенным или индукцированным каналом что такое индукция в целом я уже рассказывал одном из своих предыдущих видео ссылки будут в описании к видео и под видео у них электрод от которую начинают движение основной носитель носителей заряд называют источник электрод к которому движутся основные носители называют стоком а электрод к которому прикладывают управление напряжение называют затвором в отличие от by полярных транзисторов входной ток определяется выходным в полевой выходной ток зависит от напряжения на затворе транзистора система обозначений транзисторов состоит из четырех элементов первый пункт буква обозначающий материал к кремний г германии ну который собственно участвует в этом транзисторы пункт номер два буква обозначает тип транзистора это т прошу фрот как биполярный и буква п полярный пункт 3 цифра указывает назначение и качество свойств прибора 4 буква обозначает разновидность типа прибора ну сегодняшняя тема у нас была короткая сегодня скажем сегодняшняя тема является как дополнением к той теме которую я рассказывал в предыдущем видео ну кратко что такое транзисторы транзисторы в целом предназначен для усиления прохождения электрического тока который идет через ножку эмиттер ударяется в базу и уходит через коллектор также через базу через другую ножку тоже поступает электрический ток но при этом в ту ножку который идет база ток туда не стекает а все стекает через за скажем коллектор на на эмиттер электрический ток основной поступает если своими словами со второй ножки база поступает второстепенный ток и все спускается через коллектор вот в основном все если своими словами но на этом все все спасибо не забывайте поставить палец вверх этому видео также подписывайтесь на мой канал не забывайте писать комментарии пишите с удовольствием и буду читать если есть у кого-то какие-то вопросы также не забудьте поставить колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео подписывайтесь на мой канал и в другие соцсети и соцсети но на этом все всем спасибо и до новых встреч